Свою готовность к большой воде сегодня продемонстрировали спасатели в области под угрозой подтопления 10 районов и работы в ближайшие месяцы будет много. На смотре сил и техники тех, кто придет на помощь, побывала наша съемочная группа. Человек провалился в повынию. Ты провалился. Нет, человек, который провалился в повынию. Он провалился, да? Да, и вы так сюда и части, вы ее толкаете. Да, отвергаете. Закреплен спасатель. Вот и не, 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 вставай. Вы задомлены его дальше, да? Генералы МЧС интересуют в первую очередь готовность спасателей применить свои знания на практике. Десятки видов специального оборудования освоили на учениях. Компенсатор плавучести, легочный автомат, позволяющий водолазу дышать под водой, контролировать свою плавучесть. Запас воздуха 200 атмосфер. Современная техника – главная опора спасателей. Если в регион придет поводок, каждое подразделение готово оперативно эвакуировать людей, оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. Не забыли и про отдых спасателей. Для длительной работы в местах чрезвычайных ситуаций предусмотрены вот такие подвижные пункты. Они полностью автономны, оснащены всем необходимым оборудованием. Здесь собственное электричество, тепло и вода. И все необходимое для устранения чрезвычайных ситуаций. Специалисты говорят, за зиму выпало очень много снега, и большая вода с Алтая придет обязательно. Поэтому все возможные места подтоплений уже под контролем. 10 муниципальных районов, 16 в них муниципальных образований, где возможно подтопление. Эти главы уже отработаны совместно с главным управлением общества Новосибирской области. Места возможной эвакуации населения, скота и так далее. Экипировку и техническое оснащение спасателей нашего региона руководство Сибирского центра МЧС считает лучшей на территории федерального округа. Все средства, которые необходимы для ликвидации последней паводки, есть. Другое, теперь мы будем оценивать в ходе учения, как могут спасатели этим пользоваться, как они обучены, как работает оборудование и техника. Это у нас еще второй этап. К практическим занятиям спасатели приступят уже завтра. Они уверены, большая вода не застанет врасплох. Александр Могилин, Александр Ведерников. Новости УТС.